С днём рождения Петра I, ну и 1100-летним принятия ислама. Вроде бы разные события, которые отличают такой временной разрез, 300 лет, 1100 лет, но они очень друг с другом взаимосвязаны. На самом деле, если даже возьмёте такой пример, мы говорим 350 лет Петру I, а в этом году исполняется 300 лет, как Пётр I бывал во время своего похода на Персию, на территории Болгара, посетил и увидел большой минарет, и благодаря этому принял первый указ России о реставрации памятников. А если мы свяжем и с 1100-летием ислама, в этом году Республика Российской Федерации проводит большое количество мероприятий. И вот это взаимодействие, взаимодействие в Орской Булгарии, мусульманства, православия, и темы, которые с нами связаны, это в первую очередь империи и их роль в развитии цивилизации. Вообще в мировой исторической науке тема цивилизации очень широко развернута. И у нас, скажем, проводится большое количество мероприятий, связанных с ними. Но вот то, что приурочено и связывается непосредственно с тем механизмом, который развивает эти цивилизации, на самом деле за период, ну возьмем с третьего тысячелетия, по сути, более около пяти тысяч лет, как развивались эти империи. Более 60 мегаимперий на сегодняшний день известно. И вот здесь это взаимодействие, оно как раз показывает ту мировую историю, в которой мы активно участвуем. Да, известные империи, такие, как, скажем, Персидская империя, Османская империя, империи, которые британская, российская, австро-венгерская, можно их перечислять, но их не так много. Но благодаря этому появились целые цивилизации, которые существуют и сегодня. Китайская, около пяти тысяч лет, да, российское государство, которое мы отмечаем более тысячи. Вот недавно буквально президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин побывал в Новгороде, месте, где, по сути, родилось российское государство. Российское государство. Я рад, что мы сегодня с вами начинаем нашу конференцию. И во многом это удалось благодаря тому, что наша конференция проводится в рамках гранта, которое выделено было по линии Российского исторического общества. Поэтому я с удовольствием предоставляю слово председателю правления Российского исторического общества Могилевскому Константину Ильичу. Пожалуйста. Спасибо большое, Рафа Альбер Гасимович. Уважаемые коллеги, доброе утро. Я сразу должен поправить. Конечно, никакого гранта Российского исторического общества не было. Вообще не бывает грантов Российского исторического общества. И отделение Российского исторического общества Торстания под руководством Рамиль Равиловича Хрудино предоставило ГИДУ. Замечательная конференция сегодняшняя. Проект получил поддержку Фонда Истории Отечества, победив на конкурсе. Фонд Истории Отечества – это фонд, который в 2016 году был создан указом президента России. И функционирует именно в целях финансовой поддержки проектов, направленных на историческое посвящение. Это очень важно. И, кстати, хотя цели и задачи фонда коррелируются в настоящий момент с целями и задачами РИО, это две не связанные друг с другом организации. Это очень важно понимать. Я был бы благодарен за понимание здесь. Но тема конференции, конечно, важнейшая. И к сказанному Арфаэль Мергосиловичу я могу только добавить, что, мне кажется, очень удачно проходит Петровский юбилейный год. По-разному проходят крупные юбилеи, некоторые более, некоторые менее результативно. Но здесь мы видим и большой объем научной работы, и публикаторской. Вышел очередной том письма «Бумаг Петра Великого», первая книга за 1714 год. Реализован проект «Диджитал Петр», который дает перспективу машинного чтения, машинной обработки Петровского рукописного наследия. Проведено большое количество научных конференций, симпозиумов в середине октября на платформе Высшей школы экономики. Планируется подвести своеобразные итоги, обобщить опыт тех конференций, которые прошли. И, конечно, мы сегодня, рассуждая о Петре, о Петровском опыте, говорим о том, насколько востребовано это наследие, и насколько актуален Петровский опыт. И те вопросы, которые мы задаем сегодня, к этой эпохе, к источникам начала XVIII века, они продиктованы не только развитием исторической науки, но и самую жизнью, когда вновь речь идет о выборе пути развития России, об отстаивании ей самого права на существование. Уважаемые коллеги, я ознакомился с программой и вижу, насколько серьезно, насколько большое количество уважаемых специалистов собрались в Казани. Я хотел бы пожелать конференции успешной работы, а всем ее участникам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо большое, Константин Ильич. Я думаю, вот те сроки у нас, мы работаем три дня, они как раз будут наполнены тесным взаимодействием наших ученых. И самое главное, то, что мы к этому активно привлекаем наших аспирантов, магистрантов. И это взаимодействие, я думаю, поднимет тему империологии, цивилизации на тот уровень, которая будет и дальше развиваться. Мы надеемся, что тема эта, приуроченная к разным событиям, тема империи, будет и дальше в той или иной форме в виде симпозиума, продолжение этого симпозиума, в виде определенных форумов, будут продолжены. С удовольствием я хочу предоставить слово министру культуры Республики Татарстан Аюповой и Раде Хафизьяныне. Пожалуйста. Можно вот так. Эрли Толяр, добрый день, доброе утро. Действительно, я не могла не заехать сегодня и не поприветствовать своих коллег с очень важным, на мой взгляд, процессом, процессом осмысления. Дело в том, что так получилось, что в последнее время все-таки у нас образование в стране, оно в большей степени сводилось на систему приобретения знаний. И вот такие форумы, как сегодняшний, это действительно система, когда вы делаете определенные выводы уже из полученного объема информации, из полученного объема знаний, поскольку, наверное, этот год, он особенно удобен для переосмысления значимости событий 300-летней давности, 350-летней давности. Вы знаете, что этот год юбилейный и в контексте самого рождения Петра Великого, и в контексте тех реформ, которые были им реализованы. Мне кажется, очень многие страницы истории еще в какой-то степени недооценены. Я буквально на прошлой неделе была в Питере, в Санкт-Петербурге, наверное, любимом детище Петра Великого в Константиновском дворце, где проходили мероприятия, посвященные 30-летию создания Демидовского фонда, и анализировался вклад династии Демидовых также в историю развития России. Вы знаете, что Демидов тоже во многом был сподвижником Петра Великого, и очень многие реформы, они в том числе, как бы, носят и след его имени. Но мне хотелось бы сказать о другом, о том, что на самом деле многие из институций, которые сегодня действуют в стране, они направлены на то, чтобы воссоздать, возродить, не столько побудить людей к изучению, может быть, истории того периода, сколько возродить те социальные институции, которые были много веков назад, много лет назад заложены. Поэтому мне кажется, что сегодня очень важно, если мы говорим о самом названии, Петр Великий и имперский опыт России в контексте мировой истории на плечах гигантов, мне кажется, что очень важно, чтобы вот этот взгляд, он был сфокусирован не столько на, скажем, построении государства, хотя это тоже не менее важно, сколько может быть в контексте дня сегодняшнего проанализировать те социальные институты, которые были зарождены в тот период и которые, возможно, требуют сегодня перерождения и реновации. И вот эта тема, которая мне очень... Я могу объяснить. Вот, смотрите, вот, например, не секрет, что как раз во время визита Петра Великого в Бувгар стал вопрос в том числе о сохранении объектов культурного наследия и формируется институция сохранения памяти, сохранения материальных объектов культурного наследия. Как она реализуется сегодня? Есть ли у нас ошибки? Что, может быть, мы делаем не так? Может быть, напротив, что-то мы делаем излишне рьянно, и, может быть, где-то нам нужен иной, да, иная практика. Или, например, система образования, да, которая действительно в XVIII веке эта система, она распространяется на всю страну и фактически выстраивается талантопроводящая система в какой-то степени. Да, это, может быть, не было в годы правления Петра Великого, это было сделано позже, но, тем не менее, в любом случае это было реализовано в масштабах всей страны. Может быть, эта система, система поиска и продвижения талантов также, может быть, какой-то позитивный опыт заимствован нашим историческим прошлым и, соответственно, имплементирован в современный мир. К чему я это все говорю? Нельзя к истории, нельзя к исторической науке относиться исключительно как к делам давно минувших дней, поскольку будущее, если мы не будем его оценивать с точки зрения исторической ретроспективы, с точки зрения нашего исторического опыта, мы можем наделать колоссальное количество ошибок. Именно к этому я вас и призываю. Я вас призываю к тому, чтобы вы в рамках вот этих трех дней, в рамках трех дней конференции, чтобы вы, может быть, внесли бы даже какие-то инициативы в части будущего, будущих социальных институций и в Российской Федерации. И со своей стороны мы готовы выступить в пилотной площадке для каких-то институций, связанных, например, с гуманитарной сферой и с культурой в частности. Спасибо огромное и удачи вам всем. Спасибо. Спасибо, Ирата Хвизианна. Я хотел зачитать слова приветствия от Ларины Петровны Репетны. Это член-корреспондент Российской академии наук, Институт всеобщей истории. Она, к сожалению, приболела, не смогла приехать. Сегодня в очередной раз распахнул слова свои двери и собрал в Александровском зале и в интернет-аудитории своих гостей Казанский федеральный университет. Собрал на мероприятие, которое его организаторы, прежде всего, Институт международных отношений КФУ, поименовали научным симпозиумом. Полагаю, основания для этого есть. Прежде всего, масштабность замысла. Посвящая мероприятие 305-летию со дня рождения Петра I и 1100-летию принятия ислама в Органской Булгарии, организаторы вынесли на обсуждение комплекс вопросов, связанных к теме истории и роли мировых империй, судьбах цивилизаций, придав, что, естественно, приоритет обсуждению имперского опыта России. Судя по сформированной программе, научное сообщество признало актуальность и научную значимость темы истории империи как ключевой и для истории знания, и для осмысления современности, и для определения тенденций развития мира. Я вижу в этом отражение ряда традиций. Во-первых, традиции внимания отечественной науки к проблемам истории государственной власти, ее форм, институтов, механизмов развития, восходящих к наследию Карамзина, Грановского, Щичерина, Кореева и других. Во-вторых, традиции связаны с особым вкладом отечественных мыслителей, в том числе и ученых Казанского университета, в историческое изучение и философское осмысление истории империи от империи Александра Македонского до империи нового времени, но особо и прежде всего Российской империи, судя народов ее населяющих. Значимость работе форума придает то, что обсуждаемые проблемы влияют на формирование исторического сознания, возрождают интерес к имперской проблематике и, очевидно, на осмысление опыта российской государственности на разных этапах ее истории. Убеждена, что научный форум осуществить поставленные задачи будет способствовать решению поставленных научных проблем, а также, судя по широкой географии представленных программами вузов и академических учреждений, внесет свою лепту в формирование того поколения молодых исследователей, кому нести эстафету познания в 21 веке. Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы. Репина, член-корреспондент Российской академии наук, президент Российского общества интеллектуальной истории, профессор. Слово для приветствия предоставляется Лабутиной Татьяне Леонидовне, профессору, доктору исторических наук Института всеобщей истории Российской академии наук. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну, прежде всего, я хотела бы заметить, что в последнее время активизировался интерес, в том числе не только в обществе, но и среди ученых, именно к отечественной истории, к российской истории. И не случайно поэтому Институт всеобщей истории также активно включился и начинает проводить всевозможные мероприятия, посвященные вот этому юбилею Петра Великого. И активно участвует в тех конференциях, которые отмечают эту дату. Ну, среди них первый, наверное, еще в прошлом году начал отмечать институт МГИМО. Затем уже пошла и Институт российской истории академии наук. И вот данная конференция, еще ряд мероприятий. И вот 10 октября состоится второй исторический форум в Санкт-Петербурге, где также будет активно обсуждаться проблемы, связанные с историей империи, российской империи и ряд других тем. Но я хотела бы остановиться вот на одном моменте вот той обширной программы, которая представлена в этом интересном мероприятии, как сегодня в этом симпозиуме. Вот здесь появилась совершенно новая часть симпозиума. Это англовическая секция. Надо сказать, что англоведение, вот я являюсь вице-президентом ассоциаций британских исследований, это наша общественная организация в институте всеобщей истории насчитывает уже, наверное, более чем четверть века. И очень тесно сотрудничает наша ассоциация со всеми университетами, которых есть специалисты, изучающие историю Великобритании. А таких очень-очень много. И у нас уже за последние годы, даже десятилетия, образовалось несколько таких центров. Это вот помимо института всеобщей истории, это Санкт-Петербургский университет, это Ярославский педагогический университет, это Рязанский государственный университет. То есть там, где проводятся практически ежегодно мероприятия, международные конференции, где собираются исследователи, которых интересует история, культура, политика Великобритании на протяжении многих и многих столетий. И вот очень отрадно видеть, что вот и в вашем Казанском университете наконец-то образовалась вот секция, которая, я уверена, перерастет уже в центр под руководством Риммы Валеевой, Риммы Рафаэл Валеевой, Хакимовой. И мне хотелось бы пожелать, чтобы это было успешное начинание, потому что для этого есть все основания. И то, что такое уникальное местоположение здесь уже и в отличие от Москвы и Петербурга, здесь можно сказать уже на стыке с Востоком. И вполне возможно найти свое место, оригинальное место, которое вот конференции будут привлекать внимание многих исследователей, не только контактов с Великобританией, Россией и других стран Запада, но и восточных стран. И я считаю, что для этого есть большие перспективы. И я хочу пожелать Римме Рафаэльовне больших-больших успехов. И надеюсь, у него найдутся единомышленники среди не только преподавателей, но и студентов, и аспирантов, которые смогут вот действительно поднять и вот это дело большое и важное. Желаю всем успехов и надеюсь, что это мероприятие сегодняшнее будет удачным. Спасибо. Спасибо, Татьяна Леонидовна. Я хотел также передать слова приветствия от директора Института международных отношений Рамира Виловича Хайруддинова. Он в настоящее время в отпуске. Но вот подсоединился. Правда, связь очень неустойчивая. И хочу, прежде всего, от его имени подчеркнуть, что вот темы, которые мы обсуждали достаточно длительное время. Вот, скажем, вместе с профессорами Высшей школы исторических наук всемирного культурного наследия у нас есть специалисты, которые занимаются темой империологией. Подняли всю ту литературу, которая имеется на сегодняшний день. И, естественно, выбрать вот то направление, ту нишу, которая для нас интересна, для Казанского университета, было достаточно важным. На самом деле, мы сами являемся участниками империи. Мы, скажем, я имею в виду территорию Татарстана, наш регион входил в состав Великой империи Золотой Орды, которая просуществовала здесь в XIII-XV веке, которая, по сути, соединила Запад и Восток. Вся Средняя Азия, Казахстан и, соответственно, вот те территории России, которые входят, они являлись частью России. У нас так иногда даже шутку историки обсуждают, что, по сути, Российская империя это продолжение традиции Золотой Орды. Ну и, естественно, поскольку мы с вами историки, вот ту традицию, которая идет, скажем, с империи Александра Македонского, на самом деле, Греция, да, Македония, человек, который двинулся куда? На Восток. На Восток. Создал огромную империю, объединив потенциал разных народов и, естественно, что это во многом было связано и с тем направлением антиковедения, которое, по сути, распространило. Эллинизм. Это явление, которое, в общем-то, начало активно распространяться в период империи Александра Македонского. Я мог бы дальше привести эти примеры. Мы с вами об этом будем говорить. У нас намечена очень большая программа. В рамках будут проводиться секции, три секции. Кроме того, круглый стол. И я очень рад, что наши коллеги, которые будут принимать участие, они активно откликнулись. И, видите, хотя сегодня погода дождливая, но, говорят, дождь – это всегда к счастью. Вот когда я поступал на первый курс, поступил в Казанский государственный университет, я пошел 1 сентября на учебу, и вы знаете, что было? Дождь. Видите, уже прошло с этого времени 50 лет. Я такой молодой. И, тем не менее, дождь – это всегда к счастью. Я думаю, что в том числе, наверное, вот для той темы, темы империи и цивилизации, которые мы будем разворачивать в Казанском университете, тоже счастливые предзнаменования. Вы увидите, что скоро появится дождь. Мы завтра, надеюсь, увидим, если Аллах нам определит. И тогда конференция продолжит свою работу. На этом слова приветствия мы заканчиваем и переходим к пленарной части нашего выступления. Если вы позвольте, мы и Раду Хавизианну… Я пойду провожу, и я хочу предоставить слово двум ведущим – Эдуарду Валерьевичу и Эбнееву, госпожи Эбнееву. Я помню. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова